Женя, 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 какого хрена, я не понимаю, ты что меня вытащил из клуба, блин, такая, точнее, ты меня снял с такой женщины, там такая, там такая, ё-моё. Егор Григорьевич, мы не можем больше откладывать, нам нужно снять предвыборный ролик. Так я снимал, я же недавно, я, ё-ё. Пять лет назад. Пять лет назад? Капец, как один день пролетели. Но ведь это был прибыльный день, да? Не твоё дело. Так, Женя, я сейчас плохо соображаю, я три дня не спал. Из-за выборов? Чё? А, да, да, из-за выборов, никак не мог выбрать, чё мне курнуть, нюхнуть или донать. Я вам поэтому кофе принёс. Не, не, меня это не вставляет вообще, не, не, Женя, не. Егор Григорьевич, нам нужно снять маленький ролик, маленький. Да какой ролик, Женечка? Ну, ё-моё, у меня нет времени. Мне сейчас надо на ковёр к губернатору, потом на открытие парковки, потом на закрытие губернатора и на открытие ковра. Егор Григорьевич? Да? Надо. Что надо? Ролик снять для выборов надо. Женя, ну я же не президент, чтобы ролики снимать. Мне надо, чтобы попроще там ленточку подарить и компьютер разрезать. Всё. Наоборот. Всё? А, да, ну наоборот, компьютер разрезать, ленточку подарить, да? Вы опять перепутали? Конечно перепутал, Женя. Я три дня не спал, ё-моё. Не волнуйтесь, Егор Григорьевич, есть сценарий, там не сложно. Какой ещё сценарий? Я двух слов связать не могу, ты чё? Там слов нет, там только действия. Какой ещё действия? Я могу только лежать и спать, всё. Нет, нет, вам нужно выйти в народ. Куда? Ну, к вашим избирателям. Ты за все, что я с ума сошёл? Они меня разорвут, как тузик тряп. Я за пять лет, я столько украл. Я ни одной лампочки им не вкрутил. Алё, ты чё? Я это понимаю, поэтому вместо избирателей будут актёры. А они из нашего города? Да нет у нас в городе актёров. Вы же вместо театров парковку сделали. Да. Там не сложно, смотрите. Вот. Значит, идея какая? Вы идёте вдоль людей, видите бабушку, подходите, обнимаете её, дружески боксируете со спортсменом, жмёте руку рабочему, целуете медсестру, поднимаете ребёнка. Запомнили? Да, да, да. Зажимаю медсестру, боксирую ребёнка, поднимаю спортсмена. А чё, кстати, я его поднимаю? Давай я буду лежать, и он меня будет поднимать. Нет-нет, Егор Городич, вы напутали. Там надо бабушку обнять, с боксёром побоксировать, пожать руку рабочему, медсестру поцеловать, ребёнка поднять. Всё просто. Не-не, это очень сложно. Давай что-то попроще там, я не знаю. Да куда уж проще-то? Ну, я не хочу бабку целовать, ты не понимаешь, что ли? Её не нужно целовать, её нужно просто обнять. Хорошо. Тогда у меня вопрос. Какой? А как? Как я их всех узнаю? Как? Кого? Ну, вот бабку спортсмена, рабочую медсестру, ребёнка. Вы серьёзно сейчас? Конечно, серьёзно. Женя, я мэр. Я езжу в тонированном Мерседесе. Откуда я знаю, как эти люди выглядят? Ну, вот смотрите, мы нарисовали. Бабушка будет старенькая, боксёр в перчатках, мальчик в шортиках, строитель в каске будет, а медсестра в халатике. Медсестра хорошенько. А что я с ней должен сделать, я напомню, вдуть? Медсестру поцеловать. А бабку вдуть, да? Нет. А кого вдуть тогда? Спортсмена, что я? Не, не, я не буду. У меня принципы, ё-моё. Да никого не надо вдуть. Медсестру обнять, бабку поцеловать, там всё просто. Готовы? Сейчас, зови, я сейчас взбодрюсь, и всё, огонь. Сейчас я... Ой-ё-ёй. Позовите актёров на площадку, пожалуйста. Так, Егор Григорьевич, вот, пожалуйста. Ё-моё, у нас тут митинг, до свидания. Егор Григорьевич, это не митинг, это не митинг. Это актёры. Какие ещё актёры? А мы что, кино снимаем? Ведь выборный ролик, мы только что с вами сценарий обсуждали. А-а-а, а я ещё думаю, где я тебя видел. Егор Григорьевич, соберитесь. Актёры, значит, пока мэр к вам не подойдёт, вы с точки не уходите, стоите на точках. Егор Григорьевич, готовы? Нет. Почему? Кто из них кто? Ну, присмотритесь, вот это бабушка, спортсмен, рабочий, медсестра и ребёнок. Не-не, я не запомню. Можно им бейджики повесить какие-то? Приготовились. Егор Григорьевич, я в вас верю, у вас всё получится. Итак, по сценарию, Егор Григорьевич, идите. Всё, давай. Стоп. Что? А вы куда пошли? Что я сказал, идите, я пошёл, я в клуб. Нет-нет, идите в кадр, по сценарию, к народу. А, всё, да, понял. Всё? Готовы? Да. Камера, мотор, начали. Стоп, что вы, что, что вы сделали? Боксировал. Да, боксировать нужно со спортсменом. А бабка, что, не спортсменная? Стоп, ты сдох. Поднимите бабушку. А если я бабку поднимаю, ребёнка, я что, целовать должен? Боже мой, оставьте бабушку. Егор Григорьевич, что вам непонятного? Я ж всё объяснил. Я, блин, ну... Что вы запомнить не можете? Да я вообще ничего не могу запомнить. Кому я что даю, кого я беру? Понятно, это ж тебе не взятки брать, подлюка. Мы знакомы? Егор Григорьевич, бабушку, пожалуйста, не пейте, у нас нет дублёра. Не вопрос. Обнять её нужно, помним, да? Нужно обнять. Приготовились, начали. Стоп! Бабушка, вы куда уходите? Да ну его нахрен! Не-не-не-не-не неизвестно, что ожидать от этого урода. Так я, пускай идиот. Ё, без неё лучше будет. Она какая-то стрёмная, рожа красная, она алкоголичка. Ты, скотина, мне в первом дубле в нос зарядил. Пригласите, пожалуйста, гримера на площадку. Мне было что, доктора? Отбой по гримеру медсестру на площадку, пожалуйста. Егор Григорьевич, бабушку бить нельзя. Это наш пенсионерский электорат. Бабушку обнять, с боксером побоксировать, рабочему божать руку, мальчика поднять, медсестру поцеловать. Всё просто. Что вы делаете? Целую медсестру. Чё ж сам сказал? Целую медсестру. Да не эту медсестру, вон ту медсестру. А, там ещё? Не-не, мне блондинки больше нравится. Э, рыжая, иди давай. Сучка, а стопудова с режиссёром спит. Давай, давай, вот туда остановись, я сейчас тебе приду. Мы вам заплатим гонорар. Становитесь на место, да, вот там, прекрасно. Ну что, Егор Григорьевич, ещё разочек давайте, да? Да, да. Всё, давайте, ещё разочек. так. Так, бабку, напомни, я что, должен вдуть или ударить? Лучше бей. Так, давай. Нет, 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 обнять. Бабушку нужно обнять. Обнять. Запомнили? Так, а послуй? Это дальше. Всё, поехали. Всё, понял. Начали. Бабуля. Один-один, падла. Бабушка, что вы делаете? А что, целоваться полез? Я свою честь берегу, с молодым. Егор Григорьевич, вы зачем целоваться-то полезли? Ты же сам сказал, обнять, потом поцелуять. Да, целовать мне сестру надо, а не бабку. Давайте ещё разочек с бабушки. Её давай без неё. Ну, я чувствую, я только её буду полдня проходить. Она реально как босс уровня в компьютерной игре. Ладно, бабушка у меня была, я потом монтажом поправлю. Итак, идём дальше по сценарию, боксируем. Приготовились, начали. Так. Что вы делаете? Два-один, а? Я ни одни выборы не проиграл. Да хватит бабушку бить, не бабушку нужно бить. Со спортсменом это надо делать. А, а, бабушку не трогайте, проходите мимо её, да, и дальше по сценарию идём. Хорошо, дальше идём по сценарию. Отлично. Фух, приготовились. Начали. Нихрена себе. поменьше не могли найти. Ё-моё. Ладно. Да что такое здоровое-то, ё-моё. Что вы делаете? Поднимаю мальчика в шортиках, ну ё-моё. А я думал, а ты его вдуть хочешь. Можно я её... Не-не-не-не, Егор Юрьевич, вы разве не видите, это не мальчик, вон мальчик в конце стоит. Это уже взрослый дядька. А, я же из этого кабана его не видела. Это не кабан, это спортсмен. Спортсменам нужно боксировать. Всё, сейчас тогда махач начнётся по-взрослому, бабка. На, пиджак подержи, сейчас ты у меня получишь. Я был чемпионом колледжа по боксу. Так стоп, какой махач, вы с ума сошли? Всё. Вам нужно просто, дружески, ударить боксёра в плечо. А, всё? И всё. Просто. Вообще не могу. Камера, мотор. Приготовились. Начали. На! Это безобавка. 2-2, падла. Это что сейчас было, вообще, я не понял. Ты же сказал, только актёры. Понимаете, актёров, боксёров у нас не было. Мэры, боксёры есть, а вот с актёрами хуже. Это настоящий спортсмен. Я к нему не пойду, у меня одна жизнь. Давай заканчивай со съёмкой, и всё. Как заканчивать? Мы только полролика сняли, половину электората отсняли, нам нужно закончить, поймите. Ах, ладно, Было, 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 было. Было, было. Поначалу было, да. Проходите дальше и к рабочему, да. Ага. А, ты этот. Всё, помним по сценарию, да? Понятно. Итак, начали. Вы зачем на колено стали? Ну, это сейчас в мире тренд, ну, типа, перед чёрными на колено становится. Black Lives Metro, да? Егор Григорьевич, да он не чёрный, он просто грязный. А, так он... А что с ними надо делать? Руку ему пожать надо просто. На. О, больно. Отлично это было, дальше поцелуем. Блин, они до хрена привилеги этим чёрным. Егор Григорьевич, да нерабочему руку целовать надо. Медсестру надо целовать. А, у нас тройничок. Да какой тройничок, а отпустите его рабочего. Иди отсюда. Тебе ничего не прилетит. Всё, дальше с медсестрой. Приготовились. Начали. Что вы делаете? Жму. Я надеюсь, что хоть после этого на медицину выделят деньги. Нет. Егор Григорьевич, не надо ей ничего жать. Медсестру надо просто поцеловать. Не вопрос. Стоп! Да почему в губы-то? А куда? А, понял. Понял. Начали. Егор Григорьевич, почему туда вы целуете? Ну, я как бы в её лице всю медицину поцеловал. Её надо просто поцеловать в щёку. Так я ж в щёчку. В щёчку. А, всё, всё, не вопрос. Отлично, это было. Переходим к ребёнку. Пошли, я тебе ребёночка заделаю. Пойдём. Куда вы, Егор Григорьевич? Что? Я говорю, к ребёнку идите. Нет. А, вот это? Да. Всё, не вопрос. Приготовились. На. Нет! А, пош. А. Даже не вздумайте. Этого вообще не было в сценарии. А я не помню, что я с ним должен делать. А, эрит, эрит. Ну как же, Егор Григорьевич, ребёночка нужно поднять. А. Начали. Как вы подняли-то, а? Пошел Опустите, мальчика Опустить? Да Ты, маленькое говно Ты в своей жизни ничего еще не добился А я мэр, ты понял, я мэр Да что вы делаете, на землю опустите? Что ж ты такой тупой, а? Да ты такой тупой, опустись вообще, ё-моё Егор Григорьевич, ребенка нужно посадить на плечи А он мне не обостаёт? Нет, он этого не сделает Ну, ссори, только попробуй её, моё Берем ребенка на плечи, теперь все вместе кричим Мы, команда, готовы? Начали! Ты не ори ты так, он, похоже, меня уже обустал Три-два Молодец, Женуфёк Ну, бабка, сейчас ты у меня получишь Держите, ребенка, держите, ребенка Все вместе теперь кричим Мы, команда, три-четыре Пошёл нахрен! Команда! Маруся! Иди сюда! Маруся! Знаешь что? Закажи мне билеты на самолет В Швейцарию Хочу, чтобы наш Зеленожопинск Был городом-побратимом Хельсинков Била? Егор Григорьевич, но Хельсинки – это Финляндия Вам заказать билеты в Финляндию? Нет, мне в Швейцарию Конечно, я знаю, что Хельсинки – это Финляндия Я из Швейцарии буду решать вопрос С Хельсинками Ну, короче, давай На пятнадцатое туда и на пятнадцатое обратно На один день? Не, на месяц Что там один день? Это же серьезный вопрос Егор Григорьевич, вы, наверное, забыли Но 15-го числа у нас день города Вы же обещали жителям концерт А сами уедете? Черт, точно! Я же и в прошлом году не был, да? Ну, тогда это хоть оправданно было За вами же СБУ приехало Ну, я вообще не виноват Я сидел, работал тут, О, СБУ Ладно, ладно Концерт так концерт Окей, сделаем вот эту площадь Сцену поставим Кто у нас сейчас этим занимается всем? Управление культуры Там сейчас молодая, перспективная и очень креативная команда Кстати, уже второй день в приемной ожидают Может, позвать все-таки? Ну, давай, давай, зови, сейчас решим Ребята, заходите Значит так Я уже неоднократно заявлял И повторю еще раз В моем городе гей-парада не будет Егор Григорьевич, знакомьтесь Это начальник управления Жан и его помощник Елисей Жан и Елисей? Маруся, на секундочку Узнай, что там в Швейцарии с ПМЖ Потому что, чувствую, с такими типами у нас будущего никакого тут нету Так, ладно Сейчас пишем Здрасте Hello, bro Hi, brother Я не понял Это что, у меня сейчас два мата прилетела? Это они так здороваются А что, рукопожатие уже не модно? Ладно Значит так Мы здесь по вопросу дня города Значит, во-первых В моем кабинете курить нельзя Так это я вейпи А я мэр Это мой кабинет Нельзя, значит нельзя Это электронная сигарета Тем более Ты что, идиот Тебе сейчас столбанет током Не хватало еще Чтоб ты тут ханьки откинул Как она тушится А, ладно Значит так Смотрите Какая у нас проблема? У нас нет проблем У нас есть задачи С которыми мы готовы справиться Еще раз меня перебьешь У тебя будет такая проблема С которой ты не справишься В нашей стране это не зашивают Ясно? Значит, смотрите 15-го числа У нас день города Будет площадь Будет куча детей Куча молодежи Будут пивные точки Наливайки Сладкая вата Ну и сцена будет стоять Поэтому нужно, чтобы там кто-то Гала-гала-гала-гала И чтобы они быстренько Га-га-га-га И подымал Понятно? Давайте Приклосите там кого-нибудь Кто сейчас на волне? Павлосибров Там Виктор Паврик Ива Бобл Давайте Нет, эти все уже давно не в тренде Предлагаю пригласить Кого-то молодых И хорошенько хайпануть Я тебе дам хайпануть Вообще-то Нелегализованно еще Это все Я сам любитель Но давай сначала дело Потом все остальное Хайпануть Это Это ты имеешь ввиду Веселое Веселое Заводное Молодежное Что там? Предлагаю, чтобы концерт Открыли Little Big Что? Ну Little Big По-английски Маленький и большой А, ну так и говорите Маленький и большой У кого из вас Маленький, у кого большой? Little Big Это группа такая А, это группа? Группа Хорошо Что поет группа? Скибиди Будь здоров Что поют? Скибиди? Ты там дай ему какие-то таблетки А то вот видишь Чихает постоянно Что поют эти ваши Little Big Скибиди нужно не просто слушать Их еще нужно смотреть Давай посмотрим One, two, three Скибиди, уапапа Скибиди, уапапапа Ва-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- уже ушел ушел может вернуть вряд ли поможет хорошо все понятно один вопрос вот это это танец или это ваши планы друг на друга просто чтобы я понимал это сейчас самые модные движения в мире это понятно все эти движения знаю мы с марусечкой тоже их изучали когда моя жена была в отъезде но мы сейчас не об этом главная сцена города не может же концерт начинаться с того чем он обычно заканчивая правильно но это же мега хит да понятно мега хит да но вы должны понимать что это концерт для всех горожан а не только для ваших друзей наркоманов хорошо а как вы относитесь к грибам нормально отношусь давно не ездил но вообще лисички люблю подосиновики а шо да нет группа грибы такая группа а то группа она правда недавно распалась нашел на шляпку и ножку вы по-любому должны знать их хит да а ну давайте между нами дают лед пусть теперь нас никто не найдет мы промокнем под дождем и сегодня мы только вдвоем а я знаю я помню эту песню мы с губернатором ее орали когда ты с бы усваливали было дело а чё а мне нравится давай записывай грибы и шляпку и ножку давай туда мёд да мёд да хорошо а есть еще что-то вот в таком же можем заказать хлеб что на хавчик уже пробила до электронная сигарета а да понятно закажи им пиццу это группа такая хлеб группа группа какой идиот назвал группу хлебом это шо второй состав группы колобок ха 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 что-то меня по моему этим хайпом тоже зацепило наверное окна приоткрою а то что-то такая шо у нас за песни у группы хлеб мне нравится шашлиндос мне тоже нравится бухнуть на природе ну не об этом разговор сейчас делом надо песни какие у них секунду а второй куплет шашлиндос 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 а хотите я угадаю третий куплет там всего два куплета не угадал так давайте шашлиндос оставим на майские да вот а мы что-то поищем может какой-то народное что-то есть такое есть группа 1 а просто 1 а не 2 пи а просто 1 просто 1 просто 1 а я знаю это я люблю свою машину крепко жму на тормоз или что это другая это молодежная раз а мало ну давайте давайте ты пчела я тела вот между нами тает лед хорошая и про пчелы и ни о чем одновременно вот давай давай вот это записывай очень хорошо а есть у них еще какие-то песни пока это их единственный хит хочу вроде же не сложно ты корова я комар ты бадун я перегар я тут уже пол альбома им накидал давайте скажите им пускай сочиняют еще 12 песен и как раз закроет нам половину концерта да что у нас на вторую половину есть что-то зажигательное есть очень зажигательное она от вена бинатина с вами не лена а я не лена я я на охрана вы видеть боль даже я встану я все я встану ты ляжешь ты ляжешь ты ляжешь я встану я маруся от тебя не ожидал меня здесь кто-то слышит вообще я шо сказал нам нужны артисты на главную площадь на хрена вы мне рекламу розетки поете она мне уже воды где сидит не надо не надо что есть что-то вот типа пчела я пчеловод хорошая песня что-то ж было же еще про про пчел про мед а это алина гроссу пела пчелка пчелка жужужу жужужу хорошая песня хорошая девочка что она там сейчас поет хочу я баса браток я тоже хочу побыстрее все закончить и отправиться провожать парусю домой но у нас же есть дело какой-то да давайте его закончим шо поет алина гросса я спрашиваю хочу я баса песня такая у ее я девочка подросла ты смотри раньше у нее простые были детские желания мед пыльца ну это наверное возрастные особенности да ну не будем ей мешать не будем ее приглашать тоже потому что вы представляете да если она со сцены прямо вот это вот произнесет то мы полетим с вами прямо отсюда в попу так нет нет это вообще ерунда какая-то не надо нам вот этих вот молодежных вот эти лучше старую гвардию как говорится вот настю каменских например она что-то сейчас новое есть у нее так это она и поет про попу как у ким ой 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 знал ее как приличную женщину это потап на нее так плохо влияет о кстати а потап мы же можем его пригласить боюсь что потап сейчас своими мозгами занят взялся все таки за голову да не ну пора уже 40 лет мужику ну ладно нашу других рэперов нет у нас очень много например алёна алёна а я знаю кручу я диск телефона нет это другая алёна алёна аппина аппина да нет это новая рэперша это тренд прям самый тренд кто там сказал на мамку падло кому жить на бред но зароля же нато кто там сказал на мамку падло прошу писанки я як пикассо пабло ну что сказать алёна алёна нафиг нафиг хотя стоп подожди это же мы можем ее провести по документам для налоговой как две отдельные артистики алёна и алёна нам это подходит хорошо берем а кто еще у вас там есть тэнэмэка шо шо тэнэмэка ёпэрэсет это шо ж вас никак не попустит может пирожков да потерпи ты пирожков писку заказала скоро будет ваша жрачка я артур имел ввиду пирожков артурчик потерпи пицца едет ну-ну-ну такая шо там есть вас есть мега народный хит например давай виски кола королева танцпола виски кола королева танцпола виски кола давайте давайте не будем развращать наш народ у нас народ простой поэтому самогонный компот любит наш простой народ но вот так вот им скажите переписать слова слышишь маруся у тебя есть еще какие-то предложения ну время истекло что уже ну а что ж тогда извините до свидания наверно завтра тогда увидимся егор григорьевич это группа такая время истекло там позитив и дорофеева время истекло позитив и дорофеева 4 человека так хорошо шоу них за песни поют ебой 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 давайте сразу и ебой к ебасе нам не надо спасибо я думаю уже достаточно дома можно подытожить подсчитай смету пока и так что у нас получается начало концерта грибы лед потом пчела и мед потом самогон и компот не праздник от песня так что у нас тут но вот с салютом получилось где-то 100 тысяч долларов у ее ну-ка сейчас я подправлю так на смотри салют мы оставляем да все остальное на хер но егор григорьевич ну а как же ну концерт на люди придут но кто же петь то будет это же прекрасный дуэт артистов пародистов потом а маленький большой а это будет худой и жирный а по документам их вообще проводить не надо потому что артисты пародисты денег не берут они только дай пародировать пойдемте пойдемте я покажу вам куда идти я боюсь жабу в чан я положу жабьим глазом отслежу я прошу прощения я ищу матриону михалу заходи егор григорьевич заходи вы знаете как меня зовут я все про тебя знаю знаешь что ты чиновник знаешь что ты патриот да и знаю что у тебя опять паспорта да здрасте разрешите я ты записанный да не вроде сухенький но время сейчас такое что вот сутся все подождите только не могу понять крещеный ты или нет к сожалению нет но с батюшкой в баню хожу регулярно а понятно просто из-за пара не увидел так и горю по записи нет а что у вас по записи это типа как у семейного доктора что ли если что я тест прошел ну в смысле отрицательный а тест на тупость сдавал тебе не обязательно ну вот хорошо вот и хорошо я пришел сказали что среди всех этих экстрасенсов выберем самое главное правда это правильно сказали я даже кравчуку будущее предсказывала кравчуку за тот который изобрел сумку с колесами президент украины говорю ему не сдавай ядерное оружие так вы сейчас не нам а мы рассказывали будущее всему миру трамп у меня был трамп 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 и что трамп говорит галяне михайловна были ли в фальсификации на выборах а я ему говорю какие выборы шмы бары без тебя порешают там у тебя проблемы говорю с женкой твоей с миланией да у хорошие мы ну я ему один порошочек выдала и у них наладилось все да как наладилось она вроде документы на развод подала но видать порошок закончился могу кстати и без этой проблемы подмочь у меня с этим все в порядке но я же в будущее смотрю в завтрашний день тогда если можно два килограмма это вы че еще скинули экстази что ли витамины придурок время что с такой а вы точно экстрасенс просто я смотрел все сезоны битвы экстрасенсов и я вас там не видел слушайте тебе нужно не будущее узнать а голову сначала прилечить давайте бабушка яичко покатает а не 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 спасибо я пока сюда ехал покатал и хотел спросить кстати вот пока ехал смотрел вокруг и честно говоря удивлен ни дорог ни столбов ни электричество я два джипа сменил пока сюда доехал просто ну если вы такая крутая чего же вы живете в такой глуши что ты не видел асфальт у нас нет и и и столбов с электричеством ну вот они есть это как а это вы в будущее смотрите до прошлой и что в восемнадцатом году по документам облрады на это все 30 миллионов было выделено а по семнадцатом году это ж по переднике мы тут не прийти одна что хотел говори подальше что собственно пришел я как бы не от себя я от всего правительства и вот мы правительство хотим знать что нас ждет в будущем то есть вы правительство которые придумывают законы для будущего пришли к бабушке, чтобы узнать будущее? Ну да. Ну, просто мы думаем, что на нас наслали порчу. Думаете, это уже хорошо. Кто наслал? Да кто? Понятно, кто. В попереднике проклятые. Причем мы сначала думали, что вот на кого-то одного конкретного. А потом смотрим. Нет, блин. На всех. Кто бы новый не пришел, все, через месяц уже портится. Так может не тех берете? Так а мы тут при чем? Люди сами выбирают. Еще болеть все начали, уже в масках все ходят, санитайзерами этими уже буквально обмываются, а все равно болеют. Вот нам бы как бы знать, что там в будущем-то будет. Ну кому как не вам знать, что будет в будущем-то, ну. Так в том-то и дело, что уже никто из наших дупля не отбивает, что будет завтра. Нам бы помочь. Эх, ладно. Поможем правительству вашему, пока вас не разогнали к чертовой матери. В смысле? Да кто же нас разгонит? Мы же правительство. Ну я сейчас в будущее загляну и могу назвать конкретные фамилии. Ой, извините. Сейчас, секунду. Да, Кумчик, да-да. Ты меня спрашиваешь, продавать доллары или покупать? Блин, ну я откуда знаю? Я не знаю, что будет через неделю, вот ты такие вопросы задаешь. Не знаю, сейчас спрошу. А вы можете завтра принять человека? Кто такой? Министр финансов. Давай сначала с одним придурком разберемся. Ага. С каким? Скажи, что ты занят. Скажи, что ты занят. Так, а на чем мы остановились? А, на будущем. Да, сейчас будем будущее предсказывать. Хотелось бы уже. Вот мой... Вау! Это Apple HomePod? Чего? Ну, новый девайс от Apple, который подключает сразу несколько девайсов и имеет голосовой набор, и там Siri в нем встроена. А, Бубин, танцуй. А, вы думаете, это поможет? Да, поможет. Так меньше меня будешь дебильными вопросами отвлекать. Сейчас настроюсь. Придурок отдай, Бубин! А вы не продаете его, кстати? Еще больше сбиваешь меня, дебилокусок. А можно вопрос? Да. Опять дебильный? Не-не-не-не. Вот хотел узнать, откуда вы информацию черпаете? Вот это вот то, что у меня пять паспортов, это же кто-то сливает. У меня прямая связь с... С президентом? Через Разумкова? Бери выше. Через Ермака? Выше. Через Олигарха? Еще выше. Трамп? Слушай, ну ты точно... Я говорю, прямая связь с космосом. С Леней? Так он же вроде не при делах. Слушай, давай я тебе яичком точно покатаю, а? Не-не-не-не, не надо. Нет, сорян, вы просто сказали, что самым главным, я подумал, что главным в нашей стране, поэтому... Вот профаны, а? Все же знают, что главный в нашей стране живёт не в нашей стране. Так. Я говорю, с космосом у меня связь. Где ракеты летают? Понял ты? Понял, понял, да. Так, говори, что хотел узнать. Секундочку. А вот перед тем, как мы начнём, хотел узнать, а сколько нам обойдётся вот эта ваша коннекшн с космосом? Мне деньги не нужны. В смысле? Наличка не нужна? Ну, окей, на фоб закинем безнал, говорите. Мне вообще деньги не нужны. Вообще-то вы имеете... А, гривны? Ну не вопрос, доллары, евро, биткоины. Ой, мне не нужны. Ни гривны, ни доллары, ни евро. Понял ты? Не нужны. Понял. 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 Алло, кумчик, я всё узнал. Короче, скидывай и евро, и доллары. Всё-всё, они не нужны. Просто не нужны. Не знаю, министр финансов, может быть, и нужен, а сами финансы... Всё. Ну всё, давай. Вот придурок ты, а. Я говорю, что за эту услугу мне деньги не нужны. А как мы с вами тогда... Ты должен будешь бабушку по-другому отблагодарить. Бабулечка, дорогая, вы моя. Перед тем, как что-то начнётся, я вас сразу предупрежу, что я... Что ты гей, это я знаю. Вообще-то я хотел сказать, что я женат, но если у вас такая информация... Ну ладно. Имеется информация. Да, я говорю, что мне от тебя ничего не надо. Ты должен будешь помочь другим людям. А, они мне шо? В смысле? А, я понял. Они, типа, вам должны, а я за них закрываю вопрос. Это, типа, переуступка долго? Где ж яичко-то, а? Ладно, пусть будет так. Ага. Всё, говори, что хотел, спрашивай. Ну, по поводу карантина. Что будет с карантином? Так, вижу. Постепенное усиление полной приостановки. Частичной отмены временного запрета карантинных мер. Извините, бабуля, но сейчас ни хрена не понял. Может, у вас шар какой-то мутный? Может, протереть его? Сам-то ты мутный. Это не шар, это вот ваше министерство в газете напечатало. А, как это... Это наши? Ага. Ну, наши, понятно, им бы что-то написать. А я серьёзно спрашиваю. Ну, что будет с карантином, там, какие будут зоны, сколько их будет, какого они будут цвета, будет ли голубая? Голубая особо интересует. Ну, не так, чтобы, ну, там, особо, просто спросил. Вижу, 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 будет одна зона. Одна зона? Да. Для всей Украины? Для всех министров. Ой, постойте вас в эту зону, и тогда народ заживёт. Ой, 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 вижу, 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 вижу. Не-не-не, бабуля, ну что значит народ заживёт? Пока вакцину не придумают, не заживёт. Вакцину придумают. Кто? Американцы? Немцы? Евреи? Наши. Евреи? Наши. Кто наши? Ну, кто, ну, 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 не учёные же. Родители школьников, которых отправили на онлайн-образование. Бабуля, шутить изволите. Мы власть. Мы хотим знать, что будет со властью. Со властью, так, смотрю. Странно, чё это, непонятно. Что, что? Шиномонтаж показывает. Шиномонтаж? Вон, так чё непонятно? Переобуваться все начнут. Блин, знать бы в кого переобуваться. А там не видно каких-нибудь названий партии, или там буквы, слова? Вижу буквы. Так, скажите, какие? П. П. З. З. Д. Д. С. С. ПЗДЦ. ПЗДЦ. Вижу ПЗДЦ. ПЗДЦ, ПЗДЦ, ПЗДЦ. Чё-то я не помню таких. Это какая-то новая партия Украины? Это последняя партия Украины. Это типа как ОПЗЖ? ОПЗЖ это и есть ПЗДЦ. Народ переименовывает. Шу-ю-шу-ю. Интересно. А что ты ещё видишь там, может, локдауны, дефолты? Нет, этого ничего не вижу. Вижу. А что, что, что? Вижу. Жопу вижу. Это ещё одна аббревиатура? Железнодорожная оппозиционная партия Украины? Что это? Нет, жопу, огромная жопа, нависла над всей страной. Ого! Что там реально жопу показывает? Бабуля, давай посмотрю. Подождите! Подождите! Ай! Бабуля, а что же вы такая неосторожная? Ой, плохая примета. Что? Ой, примета плохая. Что, что? Примета гласит. Кто шар магически разобьёт, у того вся жизнь превратится в то, что шар на последней картинке показывал. Эй, вот эту жопу надо исправлять. Ага. Давайте что-то делать, что-то решать. Нужно было не шопой думать. Так это... Эй, что делать, что делать? Ладно, есть выход. Есть выход. Дам тебе свечку. Так. Нужно, чтобы ты её себе поставил в полночь на третьи лунные сутки. Полночь на третье лунное сут... Во. Бабуля! А чё ж она такая здоровая? Нормальная. И поджечь не забудь. Ещё и поджечь? Бабушка, это какие-то средневековые пытки. Я не согласен. Вы хотите жопу в стране исправить? Значит, нужно, чтобы каждый министр в себе такую поставил. Бабуля, я, ну, конечно, всё понимаю, но вряд ли у нас есть министры, которые ради страны будут рвать жопу. Да чё ты боишься, а? Да я не боюсь, я просто очкую. Ну, что, ты никогда не ставил свечку, что ли? Ну, ставил, ну, доктор прописал, там маленькие вот такие вот. Вот ты придурок, а. Всё об этом думаешь, а. Ой, я тебе говорю, не туда вставлять надо, а поставить в полночь возле карты Украины, поджечь и молитву прочитать. А, вот оно что! Господи! Я же такое подумал! Ох, капец! А подскажете, какую молитву я запишу? Записывай. Господи милосердный. Господи милосердный. Господи или Господи? Господи, ну. Чё это? То есть вы сами не знаете, да? Ладно, я Бог напишу, окей. Бог. Ладно, всё, остановись. Бог, всё, остановись. Слышишь, лысый, хватит. Слышишь, лысый. Он вроде с волосами был. Слышь ты, придурок, остановись, говорю. Вы извините, бабуля, вы, конечно, авторитетная, но Богу такое уж нельзя говорить. Вы что? Это ж Бог. Я тебе говорю, придурок лысый. Остановись. Блин, я думаю, ну вы за ее, капец. Я лучше запомню. Запомни. Да. Господи милосердный. Господи милосердный. Избави страну от нас, дураков. Избавь страну от нас, дураков. Вот. А дальше? А дальше уже насрать, что с вами будет. Все. Аудиенция закончена. Бери свечку, вставляй в полночь. Все. Это вы красиво ее назвали. Вставляй в полночь. Подождите, бабуля. Ну, со страной все понятно. Жопа так жопа. Ну, а со мной? Конкретно со мной что будет? Можете сказать? А как я тебе скажу? Ты же шарик разбил. Ну, по руке погадайте. Рука это не мой уровень. Че слабо, да? Че, мне слабо? А ну, давай руку. Ой, вижу. Ой, вижу. На роду тебе написано, чиновником быть. Да? Да. А где это видно? Вот, смотри. Линия ума с линией жизни расходятся. Че-то я не понял, какая связь. Вот поэтому и расходятся. Все равно не понял. Ну, ладно. Ой, смотрю, у тебя линия богатства жирная такая. Да. Жирная, прямо как складки у тебя на затылке. Ага. Ну, правда, в конце линии ее какие-то другие, более мелкие линии пересекают. А, ну, это дополнительные источники дохода. Возможно, но мне больше на решетку смахивает. Что, ладно? Ну, чего? Где? Ага, вон, смотри. Линия богатства с линией прокуратуры жестко пересекается. О-о-о-о. Подождите, бабуля, вот это вот реальная уже жопа. Вот это надо исправлять. Что мне делать? Валить надо тебе. Ой, валить надо. Испания, Италия, куда лучше? В то место, где нет ни дорог, ни электричества. В Россию, что ли? Ты че? К бабушке в деревню. У нас тут ни дорог, ни электричества. Никто тебя не найдет. Вот, вон домик соседний, заброшенный. Будешь бабушке воду таскать, трава колоть. Я-то одна уже не справляюсь. Блин. Прикал, не знаю. Я уже повелся. Капец. Я воду рубить, трава носить. Ага, ага. Нет, бабуля, спасибо. У меня все в порядке. У меня все в шоколаде. У меня в Испании вилла. Ага. У меня в Швейцарии два счета офшорных. У меня во Франции три бизнес-центра прямо в Париже. Ага. А что это вы там все время... А это имущество твое горит. Чего? Все, смотри. Нет у тебя ни бизнес-центров, ни офшоров. Ничего? Чего? Черт. Ага, ага. Бабуля. Че? Ты че сделала? Ты че меня оставила с этими несчастными 18-ю квартирами в Киеве? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Че? Блин. А че мне теперь делать? Че делать? Идем, и я тебе домик покажу, колодец покажу, дрова научу рубить. Поехали. Можно, е-мое? И вам доброго дня, слухаю. Это, мне не потребен викладачи украинской мови Олег Петрович. А-а-а-а. А его нема. А-а-а, переїхав до Канади. Да? Блин, странно сказали, что тут. Ну-ка, я его наберу. До Канади переїхав, а телефон забув. Ну, передам бандерольку. Олега Петровичу, я тільки що закінчила, так що до завтра. Так ты, Олег Петрович. Ну, доброе. Кажетьте, що у вас. Ага, щас. Можно я своими словами? будь ласка так короче это надо выучить эту украинскую мову срочно понимаешь на губернатора идут эти старшие мои сказали что если украинской мовы не будет то все и посады не будет а я уже столько бабла туда ввалил что уже дешевле будет признать русский вторым государственным выручай петрович зрозуміло на жаль не вы перший господа в який ще країні державные службовцы не знають державно и мови хорошо вы меня заразчуете да да а разумеет а вот ну как бы понимаю но вот не могу еще вот как собака у павлова прочитайте будь ласка що тут написано так далеко вибачте вибачте петка життя петка життя короче так дея дея мажу купите купите да купите они купите поляне 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 дякую а скажите бы ласка в яку область вас пропонують губернатором тернопольскую я боюсь вы не посаду и рискуете а життям а что вы взагалі знаете про украинскую мову а вот например ё в украинском нету знал а ну ты наверно знал я просто недавно узнал ой реально нет я искал нет только не понятно а вот как теперь писать ё-моё например нияк в украинской мови цього слова нема ё-моё щас половину словарного запаса просто обрубил так все цього слова нема ё так ё или нема скажіть навіщо ви сюда прийшли украинскую учить тоді будь ласка слухайте запамятовуйте і не перебивайте домовились да да замість да кажіть так как так как так добро кажіть да так перекладіть будь ласка фразу давай дед мороз красный нос мне подарочки принёс дед мороз красный низ мне поддержки принес а нет ни хрена подожди не поддержки там а это пидорунки . дети любят пидорунки там бабы любят мне подарок не попал потому что опоздал не попал не попав а как там дальше потому что опоздал а не ни хрена стоп 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 не опиздал это неправильно это не литературное это запислился вот помню помню а вы розумієте у вас навіть не шкільний рівень так ё-моё мне ж не нужна вся мова мне там это самая там опись протокол знал принял там документики ну ты понял да добре запамятайте будь ласка основне правило в украинскій мові слова як чуються так и пишутся да класс спасибо блин не думал что так быстро выучил украинскую ты красава вот реально красава я всем пацанам расскажу у тебя завтра очередь стоять будет давай а а сочекайте будь ласка не надо никому рассказ ты и куда же вы пішли це лише перше правило а то есть их типа два да их больше вставайте до дошки будем описать так блин щас стал доски и вот а как будет на украинском очкую хвилююсь не хвилююсь не то я реально очкую стрёмная твоя мова стрёмная наша мова не стрёмна вона поетична и мелодийна вот так хотел сказать просто не могу и в не все хочу вам сказать чётко по правилам а не как у вас в політиці навмання навмання ось до речи напишите будь ласка слово навмання пишите підказую в цьому слові дві букви n так ну вы неуважно слушайте дві букви n так а их сколько вот первая вот вторая я тебе стрелочки нарисую чтоб не раздуплялся а считай будь ласка допишіть ще одну букву это принципиально это принципиально? ладно ну 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 не не там блин а а нельзя вот эту телку вернуть сюда чтоб она будь ласка витрить и напишіть там где потрібно понятно самообслуживание так где ж потрібно не потрібно ну ну абсолютно не там вот принципово не там так ну 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 навманян так витрить будь ласка вашого навманяна і ми з вами зараз почнемо писати речення пишемо речення та не треба писати речення блін треба не треба я диктую а ви записуйте готові ага абзац та не треба писати абзац блін ты определись братан ну господи ну потрібно просто трошечки відступити не получается у меня не достаю та що ви робите відступити від дошки і ось тут пишіть ага пишіть будь ласка ага готові да тернопіль блин не угадал тернопіль блин знакомое слово та не показалось так тернопіль прекрас а ні стоп стоп після п і не така після п і не така як рисочка а понял не подожди що тако рисочка ну по вашому чорточка а палочка правильно говорить ну ти даеш все ясно так опача ні не така рисочка рисочка з крапкою а понял та що ви пишете та що ви пишете аж рисочка вертикальна ви не знаєте що таке вертикальна знаю просто вспомінаю щас вертикальна це ось так так ну понял понял просто немножко растерялся так о держи прекрасно і ставимо крапку ага то де ви її ставите зверху зверху ні зверху господи та над рисочкою ось тут поставте цю крапку витріть і закінчуйте слово ну ви хіба не чуєте эл м'яка 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 типо так ёмоє я не знал що такое още єсть мммм Ммммл ага 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 хээээээээээээээ… не… Добре хай буде так И ставим мягкий знак Ставьте в конце мягкий знак А не до хрена мягкости будет? Так, мы написали Тернополь Теперь Тире Тиру Та не трите ничего Напишите Тире Та что вы пишете? Тире Тире это рисочка Блин Что ты заешь? Сразу бы сказал Не такая рисочка, инша Инша рисочка Не такая горизонтальная Почти, это не вертикальная Не А, это типа вот так Блин, так и говори Вот так Вот так Тернополь Тире 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 Це Та что вы пишете? Тирнополь Тире Це Та яке терца Витрить? Ты меня гоняешь Сегодня и гоняешь И пишем Це Ну не просто Це 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 Ц плюс Е Ну я так понимаю Мисто Прекрасно Мисто Моей Знового рядка Мо Е А, не-не-не Е С хвостиком С язычком Блин, ну реально стрёмная мова, ну А, блин, это ж в русском такая же, а Да, вот, да Прекрасно только перевернить Как скажешь Не треба никакой крапки, это неправильно, витрить и напишите «нормальну Е» Офигеть можно, ну у меня только такой вариант, шеф Напишите, будь ласка, «нормальну Е», так, чтобы язычок дивился в мою сторону, понимаете, в мою сторону Твою, да Так, нормально Как стрела Так, я вас дуже прошу, витрить, будь ласка, и напишите «нормальну украинскую Е», напишите «нормальну украинскую Е», яка дивится в мою сторону, сюди Ё-моё, ты переборчу Нарешті Моє, пишемо «Ї», це «рисочка» и дві крапки Рисочка Не так Дві крапки не так Ось тут, над «І», над рисочкою ставте дві крапки А-а-а, понял, понял Добре, хай буде так Моєї мрії Моєї мрії Моєї мрії От, в кінці речення поставте Все, 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 не кричи, все нормально Пишемо далі Так Шумляць гаї Ти уверен? Пишіть, 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 будь ласка Шумляць гаї Готово А-а-а, насправді, гаї прекрасно А-а-а, блин, забыл Насправді, не шо, а шу Не, а правильно, шумляць гаї В данному випадку шум Шум Витріть О Пишіть У І шумляць пишеться разом Это типо бантик, що вони подружились Шумляць гаї Шумляць гаї Дві крапки Это типо конец-конец речення, да? Та не такий дві Точніше, там навіть Ви мене заплутали Не дві крапки, а крапка з комою Не вопрос, братан Кома ставиться не там Не там Ось тут ставиться крапка, а кома внизу Кома завжди внизу Запам'ятайте, кома завжди внизу Пишемо далі В'язи В'язи А-а-ні-ні, стоп Не через м'який знак В'язи пишеться через апостроф Оба-на Ну апостроф Это шо за чел? Апостроф – це кома, яка ставиться зверху Поставьте зверху кому Позаджи, ти ж сказав, що тільки знизу А-а-а-а Ну апостроф – це вона як кома, тільки зверху просто… А тут? Так А це кома вона знизу Апостроф просто виглядає як… Короче, ти тож не знаєш, да? А-а-а-а Офигеть! Слушай! Это ж у мене щас вся документация на украинском Это оно мне приходит, а я такой Че це апостроф не там стоїть? Давай бабло в тройном размере! Ха-ха! Класна схема! Впервые в моей жизни легальная Слушай, пошли-ка мне в замы по апострофам Я… Да давай, на либусине катался когда-нибудь? Поехали! Після гучного скандалу з парочкою закоханих Міський голова Івана Франківська запропонував усім охочим Можливість зайнятися сексом на ратуші міста Вартість такої послуги – 100 тисяч гривень Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Господи, та я ж просто ляпнув! Та я ж приколовся на цьому Фейсбуці! Щось цього новину робити! Та шо це за журналістика у нас така? Яна, зайди до мене! Одну хвилиночку, шеф, трішечки занята Це терміново, Яна! Ага, ага, так я вас записала Ні, на жаль, на 8 березня вже все розписано Найближча вільна дата – 20 квітня, так Ні, на Пасху ми не працюємо Боже, шо ви там освячувати збираєтесь? Прошу Все, ти наговорилася? А тепер піти, подзвони на той канал І скажи шо вони там всі... Та слухаю Ні, з тваринами не можна А, ви будете займатися з людиною Тваринку просто ніз ким залишити? Добрый записи. Так. Прошу. Яна, с кем ты весь час балакаешь? С кем-с кем? С клиентами. После вашей пропозиции секс-нарадочи за деньги, люди начали звонить и записывать. Я же просто пожартовал. Знаете, в наш час не дуже зрозуміло. Хто я влада жартують, то серйозно. Я не розумію. Шо, жители нашего міста нормально це сприйняли? Ой, ще як. Вони тільки дізналися, одразу відрагували дуже добре. Та, слухаю. Ой, зараз. Шеф, просять картку постійного клієнта. 20% на кожен другий секс. Що казати? А я свідки знаю. Добре, оформлюю вам картку «Ратушний дзьобарь». 20% на кожен другий секс. І 30% на день народження. Але тільки це вам індивідуально. Гостям поповній. Прошу. Яна, що це в нас тут коїться? Що, що? Шеф, ви придумали геніальний стартап. Який ще стартап? Ніякий ще... Алло? О, о, ес, ес. Виза, мастеркарт. Євро, долар, злоти, биткоини. А, you want all day? О, кей. А, how many people? Эйт? Скільки? Вісім. А, I'm so sorry. And, where are you from? А, Sweden. I understand. Окей, welcome to Ukraine. Щипнить мене. Шеф, мені ніколи з вами займатися цими сексуальними забавками. Я знаю, чим закінчується це ваше «щипнить мене». А мені треба сексом займатися. Шо? Ну, сексом на ратоші. Тобто? Ну, з клієнтами сексом. Ой-ой, мене ж голова кругом. Вони ж постійно мені телефонують. Шеф, треба зробити сайт. Який ще сайт? Звичайний сайт. Людина зайшла на сайт, заареструвалася, обрала собі послугу, оплатила і в'єд на ратоші. Тільки давайте придумаємо назву сайту. Так, я пропоную вам секс на ратоші. Go.ua Go.ua? Ти розумієш, що таке Gov? Gov – це говернмент. То уряд, якщо там у Києві дізнаються про це, вони приїдуть, і секс буде не на ратоші, а в цьому кабінеті. І не з тобою, як зазвичай, а зі мною. Добре, тоді я продовжую співпрацю з групами в соцмережах. Якими ще групами? Ну, ці, які раніше назвалися. Мій улюблений Івано-Франкізь. Мої чліни місто. А зараз вони переименувалися. І тепер це «Чпок на ратоші». Шпілі-вілі на головному шпілі. І ратуша «Трахуша». Яка ще ратуша «Трахуша»? Це якийсь капець. Там дуже багато питань і пропозицій. От одна з них. Пропонують замінити пам'ятник яєчку, який стояв перед ратошою. Тобто замінити? Ну, як замінити? Доповнити. Як то доповнити? Це ж пам'ятник. Щоб його якось змінити, то треба скликати цілу сесію. Та тут питань на три цілих сесії. От я найголовніше з них виписала. Так, чи будуть знижки для пенсіонерів? Скільки коштує просто подивитися? Так, ну дай, я просто подивлюся. Яка максимальна кількість учасників? Чи є там кава чи брати з собою? Чи є ратуша «Айкос Френдлі»? Вибір партнера вільний? Чи є якісь обмеження за статтю? Чи допоможе держава з партнером одиноким людям? Чи то в нашому місті стільки спочинців? До речі, дзвонила ваша дружина. Я вас із нею сьогодні записала на ратуші на вечір. Я нікуди не поїду! Добре, тоді я можу вашого водія відправити? Тобто? Ну що він її завіз додому? А, завіз додому. Так, так, можна. Так, а ратушу можу принести на вашу річницю весілля сюрприз, а? Який ще сюрприз? Ти що хочеш мене прославити на всю Україну? На весь світ. Що? До речі, Ілон Маск написав у своєму твіттері, що не буде їхати до музею космонавтики на Житомирщини, а приїти до нас на ратушу. Сам Ілон Маск? Так, бо за перспективами майбутнього прибутку, ваша ідея секс на ратуші обігнала його Теслу. І найголовніше, ми можемо працювати у локдаун. А як у локдаун? Ну як? Ну за законом, що закривають? Кіно, музеї, ресторани. А про ратушу ніч ні слова. Та, слухаю. А, зараз запитаю. Тут питаю, чи можна 50% заплатити, якщо чоловік один? Тобто один, а що він там буде робити один? Ні! Звісно, ні! Господи. Вибачте, у нас тільки парні заявки там. Що ти з ним розмовляєш? Це якийсь змочений, скидай слухалку. Ще втрачаємо гроші. Треба щось придумати. У нас же у місті дуже багато одиноких людей. Давайте так. Ранкові години для одинокарів. А? До десятої. Тобі потрібен психіатр. Точно. О, дивись. Вже приїхали. Я з цієї кашки вибачиваю. Ранок-панок можна, йо? Йо. Добре. Тобто забирайте її. А, ні-ні-ні, шеф. То до вас. Це головний лікар нашої поліклініки. Він записувався. Прошу. Я до вас, пане мер. Свій, до свого, по своє. Йо. Так, так, так. З якого приводу? Я, Алярмово, приїхав сюди. До шпунту вирішити питання постачання нового обладнання, йо. Слухайте, ви дуже невчасно зараз. Ковід-фонд пустий, грошей немає. Тож приходьте через рік, а краще через два. До побачення. Ні-ні-ні, ні-ні, ні. Нам гроші не треба, йо. Ви тільки дайте добро, а ми вже своїми силами все впораємо. Тобто своїми силами? Ну, як то? Ми, за вашим прикладом, дозволимо усім бажаючим у вашій лікарні займатись сексом за гроші. Сексом? Ну, тобто, робити йо-й-йо-й. Робити йо-й у лікарні? У нас, до речі, у лікарні на даху є... Є? Оранжерея. Оранжерея, зимовіста, скринений дах. Там так файно робити йо-й, я це особисто перевірив. Лежиш такий на зорі, дивишся, вона там тобі умшляк робить, йо-й. Слушайте, лекарю, вам самому потребен лекар Так у меня есть лекар Ша Такая чечка, йой Мы, кстати, на даху там проверяли зори Я вам скажу, у нас такий потенциал У нас очень много мощных, хороших девок-медсестер Кремязных хлопьев-медбратов Багато вольных коек Мы, в целом, народжение с места поднять можем Лекарю, моя відповідь, ні Ви не розумієте Якщо ця тема вистрелить Ми самі закупимо телевізори Кондиционери в палати Нові ліки Обладнання нове закупимо По руках? Ні, і ще раз ні Ааа, зрозуміло Собі все захапати хочете Дірвався до бабулесу, як дурний до мела Диви, як я воно хапав собі віджер Нічого Я піду до міністра, у міністерство Міністр наш полюбляв всякі сексуальні дурнощі Йооо Яно! Лікурю, я вас проведу Не треба, він сам знайде вихід з будь-якої ситуації Іди сюди Дурний дощу не боється Йооо Але ви держи Сідай Сідай Кажи То на ратуші вже люди були? Йооо Йооо А куди вони гроші платять? Поки що на мою картку скидають Призначенням платишу секс на ратуші Знаєте, але деякі просять чек Ну, люди у відрядженні, їм треба в бухгалтерії звітуватися А що, багато вже зібрали? Йоо, достатньо, щоб поруч також побудувати ратушу Але наступну ратушу треба утеплити Угу Утеплити? Угу Ну, давайте будемо роздавати пледи Давайте уфошки поставимо Давайте глінтвейн будемо наливати, як на ярмарку Що ти пишеш? Я записую за вами Ти що з глузду з'їхала? Я тебе троллю А я цілком серйозна, це дуже гарна ідея Господи Боже ж ти мій А ще треба підлогу поміняти Знаєте, зробити її м'якішею, бо каміння Угу Поміняти підлогу? Угу Ти розумієш, про що ти кажеш? То історична пам'ятка 18-го сторіччя Я вибачаюся, але ваша історична пам'ятка дуже тисне у попу Угу У мене навіть синці залишились Ти що, там вже була? А як ви думаєте? Я продаю людям не саме що? Ви не хвилюйтеся Я запущу проєкт І віддам його департаменту молоді та сексу В якому департаменту? Ну, молоді та сексу Що? Ну, раніше він називався молоді та спорту Але у нас в Україні набагато краще із сексом, аніж із спортом Так, ви тут всі зглузду з'їхали Ну, тікай звідси Зараз я подзвоню батюшці Скажу, щоб він прийшов Та освятив це місце І на цьому все закінчиться Алло, доброго дня Отець Стефан Це мер турбує Слухайте, а ви зараз де? Як на ратуші? І з матушкою? Поломників привели? А як же, там же ж незручно Там же ж місця мало А ви у Львові? Тобто не у нас на ратуші Ні-ні-ні, нічого, я потім перезвоню Відпочивайте Ось сюди Таааа Хто питає? СБУ Вибачте, я на жаль Зараз мера немає Що йому переказати? Що гарна ідея секс на ратуші? Добре, передам Хочете замовити групову заявку? Та-та, записую А скільки вас людей? Ого Я тоді вас запишу у три етапи Ага Для держслужбовців у нас знижки Таа Вітаю вас, пане мер Вітаю Я з приводу сексу в школі Що? Ні-ні, іще раз ні Так, так, іще раз так Зрозумієте, я більше не хочу клянчити у батьків на ремонт та штори Я хочу, щоб вони добровільно І з задоволенням за це платили Як ви це собі уявляєте? Я все порахувала Значить, на ремонт школи нам потрібно десь 10-15 актів Актів? Так Ви згрусту з'їхали Та ж школа, там діти І вихід є Оголошуємо карантин Зараз це взагалі не проблема І всі класи вільні В учительський дорожче У директора подвійна ціна А з директором Стоп! Ви, ви чуєте себе? Що ви таке кажете? Ви наша альма-матер Ви храм науки А буде трах науки? Та, ну, ці, ці, ці Господи, боже, чі Доброго дня, пане мер Я до вас з пропозицією Нам треба зробити ремонт у храмі І ви туди ж? Що ж цикується? Ви що, хочете сексом займатися у церкві? Ви ще продавайте послугу потримати свічку Але я мав на увазі гроші з бюджету А, тобто, ніякого сексу у церкві не буде? А вам я раджу прийти у храм, сповідатись Я прийду Вибачте, вибачте Ми це все обридло Пиши указ Указ мера Від сьогодні на ратуші Та в будь-яких інших закладах місця Секс заборонено Все Ага Так а що робити з дірою в бюджеті? Це не твоя діра Я з цією дірою якось сам впораюся Якщо не розумом, то своєю дупою закрию Так все, іди працюй, іди Господи, боже, жмі Через одну необережну фразу Стільки галасу Кошмар А тепер до гарних новин За заявою міського голови Івану Франківська Він готовий власною дупою закрити діру в бюджеті Та я ж не це мав на увазі До мерії міста вже вистроїлася черга з представників ЛГБТ-спільноти Що? Яно, Яно, зайди до мене Подзвони на той канал Скажи, що вони там всі очмані Що це, це з каналу? Це президент Щось придувай Та А мер зараз Сережки Поїхав дружині купляти Так А ви дзвоните з приводу Секс-на-ратищі? Я зараз подивлюся, куди вас записати А, вам потрібен мер Я навіть не знаю, скільки вам це буде коштувати Просто напишіть суму А в гривні писати чи в євро? Вибачте, Аврій Ніченків А, вам просто поговорити Та сюди Алло, алло Так, слухаю Доброго дня Так Так, дякую Добре До побачення Що? Сказав, що це гарна ідея в наші важкі часи Що такі люди, як я Йому потрібні у Києві Сказав, приїжджай Будемо обговорювати Всеукраїнську програму Велике трахівництво Каже, у нього і місце класне є Під куполом Верховної Ради То що, може я поїду? Куди? Ну, як куди? До Києва Допомагати своїй державі А я? Так, сідай Тепер ти Мій зам Ага У тебе від ратуші 20% І, щоб коли я повернувся Ратуша була відремонтована Добре, коли ви повернетеся Тут 10 таких ратуш буде, яй! Все, давайте, давайте! Зараз! Власіть рішення суда Суд постановив Виновен Чебурашка Решення Окончательне И обжалованию Не подвижит Спасибо! Аааааа! Кбількі естер Мей, ай Ну, короче, вошёл уже, што там Круто-голов, ну, вы сегодня вообще молодец Но вот только забыли камін Чё, не топят у вас, да? В смысл? Ну, вы сказали, що я камін забыл Крутоголов, вы к нам ходите уже месяц Есть заметные сдвиги Вы уже практически не употребляете маты Х**, стараюсь Я надеюсь, мы скоро начнем учить английский Я хотел бы уже Сегодня мы закрепим то, что пытаемся выучить уже месяц Блин, опять алфавит Ну я ж говорил, сложная тема для меня Можно как-то этот английский выучить без алфавита? Нет, Крутоголов, мы выучим алфавит А я? И вы выучите Ну вы же выучили вот то сложное слово Какое оно? А, это? Окей Да Нелегко оно нам далось, не за один день Ну выучил же Да Только я не помню, что оно означает Хорошо Да что хорошо, если я забыл Окей, означает хорошо А Окей, хорошо Давайте пройдемся по алфавиту Окей Вот это какая буква? А Эй Шо? Не шо, Крутоголов Месяц, коту под хвост Это буква Эй А Эй Эй Эй, окей А, это Эй Вот это какая буква? Это В Вэй Это Би Би Вэй Вэй Это Би, да А вот это? Сы Си Си Ес Так Си или Ес Крутоголов Это буква Си Си Да Ди Си, Ди Замечательно Си, Жу Давай дальше Вот это Какая буква? Э É Е Нет Блин, я помню в этом месте западло Ну вот, что конкретно? Крутоголов. Это буква И. Это буква И? И. Блин, какой сложный язык, нереально. Да мы до языка не дошли еще. Да я представляю, какой язык, если алфавит такой сложный. Ну вот если Е это И, то вот эта с точкой, это шо? Вот это? Это Ай. Ай. Куда вы, Крутоголов? Да я домой. Сядьте, пожалуйста. Сядьте. Я не выучу его. Выучите. Выучите. Хорошо. Вот это какая буква? Да это, мать его, может быть все шо угодно. Ну, попытайтесь, ищите. Ру. Ре. Абрр. Пробуйте. Мягкий знак перевернутый. Крутоголов. Это буква Пи. Вот это вот буква Пи? Пи. Все, покажите мне, где буква ДЕЦ, и мне достаточно. Хорошо. Давайте по-другому. Давайте по-другому. Давайте вы сами найдете ДЖИ. Вот так с проходняка, да? Блин, я за 10 лет супружеской жизни ее не нашел. А тут сейчас взял и нашел, да? Давайте я вам подскажу, помогу. Вот это какая буква? Это шесть. Какая шесть? Вы думаете, у них волшебиты могут быть цифры? Ну, если Ры, это Пи, то это наверняка шесть. Хорошо. Вот вы знали уже, вот это какая буква? Это пять. Какая пять? Римская какая. Вот это пять. Вот это десять. Круто голову, вы идиот? Че идиот? Вы сказали сами, придумай ассоциации к буквам. Да. Я придумал, а буквы забыл. Круто голову. Это буква Ви. Ви? Ви. Блин, шо нельзя было В оставить как В, а вот эту пять назвать Би? Нельзя. Это Ви. А вот это? Ви-ви. Круто голову. Это W. Может, хотя бы W? Нет, это W. Это английский язык. Это идиотский язык. Я ушел. Да подождите, нам всего-то там три буквы осталось. Какие? Ну вот же, три буквы. Это три буквы? Да. Я думал, это слово с ошибкой написали. И, кстати, мы пропустили приинтереснейшую букву. Какую? H. Вот, кстати, у меня куча вопросов по этой букве. Давайте. Назовите мне вот слово с этой буквы. H? Ну? Да, пожалуйста. Вот, например, HOME. 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 Ну? И где здесь буква H? H. Ну, вы разве не видите? Ну вот же. Вот он. Вот H. Вот H. Какой нахрен H? В смысле, H. Я не понял, вы что, на ходу придумываете? Да ничего я не придумываю Ну а где тогда буква Х? Ну в английском нет буквы Х Это правило чтения Вот например слово Ауа Здесь Эйч вообще не читается А нахрена она тут стоит? Хоть одно слово в этом языке есть Чтобы Эйч читалось как Эйч Нет Вот такой язык Вот такой Так вот своим англичанам и передайте Вот такой вот Так подождите вы Давайте коснемся буквосочетания И вам многое станет понятно Например Когда мы соединяем С и Эйч Получается Чи Че? Ничего, а Чи? Чилдрен Чиз Чилдрен А вот если мы соединим С и Эйч, то как? То шо? Правильно! Так они шо, а Ши? Щип А если мы соединим С, С и Эйч? Интрига бешеная На самом деле все очень просто Си читается как Кей А Эйч не читается вообще Все, спасибо, я домой Подождите, подождите, пожалуйста Ну, хорошо, давайте мы действительно алфавит на какое-то время отложим Я сразу говорил, нахрен он нужен Давайте попробуем что-то вот самое элементарное Например, артикли Есть призамечательнейший артикль Эзэ Смотрите Вот так вот язычок между зубками И вот так вот Эзэ Давайте Эзэ Дэ Ну, чуть-чуть больше язычка Эзэ Дэ Вот давайте, давайте, давайте Эзэ Эзэ Больше язычка, больше, больше Эзэ Ну вот, вот не надо язычка И, 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 и говорите в другую сторону Эзэ 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 Ну, старайтесь Эзэ Эзэ Блин, мне реально сложно, ты понимаешь? Ну, давайте как легче, как вам будет легче? Мне легче, когда я знаю, как оно переводится Эзэ А, 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 оно не переводится А нахрена оно надо вообще? Крутоголов, ну, это артикли, они служат для связи слов Так шо ты сразу не сказал, что это маты? Чё? Давай поподробней, давай, давай Это не маты Оба-на Извиняюсь Эм Эм Хэлло, I'm sorry, I was busy, I'll call you back in two minutes А, 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 что это, извините, было? Президент звонил, само вырвалось Значит так, Крутоголов Гоу отсюда к чертовой бабушке и без президента, don't come back У вас английский от зубов отлетать будет Давай, не быстро Так, да, слушаю Ммм Понял, хорошо, всё Да, сделаем Так, у нас там в энергетической сфере проблемы Нужен человек Человек, который сможет это всё решить Может быть, вот этого туда отправим? Он из новых Беспартийный Нет, 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 из новых никак нельзя Даже из старых нельзя Понимаешь, нужен кто-то такой древний Кто-то вот такой прям динозавр Но такой, который честный, принципиальный Который может решить любую проблему Таких у нас в министерстве лет 30 уже не было А, ну да, да Здрасте Здрасте Здрасте, а вы кто? Я покупатель Покупатель чего? А смотри, а что продаёте Как говорится, у вас товар, у нас купец Так, покупец Вы, наверное, что-то напутали Здесь не рынок, здесь государственное учреждение Так мне же как раз и нужна государственная должность Какая должность? В принципе, пофиг Главное, чтобы прибыльная Чтоб я вот так вот сейчас чемодан А через год мне 10 Понятно Охрана! Не-не, охрана это мелко Мне куда-нибудь в экологию, там В таможню, в земельный ресурс Вот туда куда-то Вы что, действительно думаете, что сегодня можно купить какую-то должность? Так, все так делают Это реально удобно Вам за это прям респект Раньше вот это вот надо было Упырёныша какого-то в церкви крестить С кумовьями там, бухать Поздравлять их с праздниками А сейчас всё чётко Заплатил сколько надо, гребёшь сколько можно Я бы на вашем месте уже сайт открыл Какой сайт? Ну, сайт продаж Назвать его там типа БратОткат.юэй И всё, и конкретно человек заходит туда Выбирать должность В корзину Продолжить покупочки Всё Мужчина, мы должности не продаём Это вот сейчас вы не продаёте? У вас переучёт? Или обед? Или закончились? А когда подвезут? Мы должности вообще не продаём Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну да, ну да Ладно, пацаны Вот тут 2 миллиона Давайте, деребаньте И камон Ведь чего туда, принесли наличку? Ну, я могу в принципе на карту скинуть Но можно же 5000 только обналичивать в день Вы же заебегаетесь в банкомат послушайте нашей стране должности не продаются а еще у нас взятки не берутся рестораны во время карантина не работают и вообще мы живем в канаде соски возможно раньше такое и было но если это и было то это было неофициально так я ж против как раз вот этого всего неофициального я как раз за то чтобы все официально через сайт прозора объявляется торги человек дает лям я такой хлоп даю два он дает 3 я 4 оп продано все я пошел работать на благо народа и своего кармана конкретно вы не слышите себя вы же бред несете что это бред у меня он куму вообще должность губернатора на уэл и все купил объявление должность губернатора он сначала думал что это это зэки по телефону разводят оказалось что до сэки но не разводят сейчас губернатором работает а шо а шо вы стремаетесь у вас что тут прослушку поставили или камуры что так я звоню в полицию не полиция это тоже мелкаш вообще у меня вот карифан купил 6 должность начальника полиции я говорю не надо покупать возьми в аренду на один день теперь что-то наркоту порешать и все а он не от мечтать детство ну купил сейчас продать никому не может уберите это отсюда что такое что мало вы так и скажите мало там еще нет это не мало ну немало все равно берите чтобы у меня такая ну должность прям должность должность была а назначу можете жену мою сделать там прокурорша или судьей систем можно я вам задам один вопрос о анкетирование давай вы сумасшедший а что обязательно быть сумасшедшим хотя за посмотри на верховную раду окей сумасшедшим так сумасшедшим только я за эти бабки хочу быть прям самым шибанутым прямо может вам сразу в президенты податься точняк вам уже я не дорос еще а ладно возьму на вырост а шо почем сериал снимать будем какой сериал вы посмотрите на себя вы не подходите ни на какую должность это шо из-за фигуры шо ли ты ты скажи если должность жирная я поправиться могу не вопрос могу и похудеть через месяц буду как николаевская корабельная сосна что вы у нас можете купить это камеру в сизо то это я купил уже фигня сейчас в аренду сдаю блин говорили что весной всех будут сажать я приготовился жду а шо а где камера пустует я коммуналку плачу за шо кому я не понимаю сын может в набу его точняк начальником набу чтобы атаку и сижу бубу не так поняли вас посадят это тоже обязательное условие сейчас посадят потом должность нет это раньше так было сейчас все по-новому а по-новому это как сначала должность потом посадят так это по-старому у вас нет никакого опыта ты чё как это нету алё я в школе в кого и он играл я могу и корпоративчик и свадебку провести конкурсы всякие да нет вы не соответствуете профессиональным качеством которые мы требуем а я не понял а что это сейчас только на мне как появились какие-то требования раньше как-то всех подряд брали а сейчас какие-то требования алёха посмотрите на кабины и верховную раду там же клондайк для стерилизации не 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 это коррупция уберите мы между прочим одной ногой в европе понятно давай что вы делаете зачем вы штаны снимаете дружка одной ногой в европе я был готов к этому вопросу давай только не ногой я не помил виду оденьтесь мне вот просто даже интересно какую вы должность хотели купить ну в идеале конечно это бога помазанника на земле а вы не занимаемся делами церкви причем тут церковь алёха я про министром мвд ничего себе вы замахнулись ладно президент фиг с ним но министром мвд у нас там человек уже работает там пусть не работает я ушу трогаю шоли я просто могу быть постоянным оплачиваемому отпуску если вы думаете что вы за эти деньги можете купить какую-то должность на которой вы ничего не будете делать а просто получать бабло то вы министр здравоохранения точняк блин это же кайфы какие вы можете говорить все карантин и потекло бабло масочки стерилизаторы перчатки нет 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 ладно нет так нет давай премьер-министра чёрт с ним должность премьера уже куплено занята да а это что через два месяца надо обратиться да почему через два ну обычно два месяца и все нет а шо раньше будет а ну колитесь когда распродажа а какая распродажа ну обычно когда объявляется распродажа должностей так никакой распродажи должностей не будет а понятно как обмин так только своим да ладно ладно давайте туда этого госрезерв головой у вас что есть какой-то в этом опыт 10 лет кладовщиком отработал у меня такие мыши они однажды у меня два вагона телевизоров сожрали хочешь познакомлю не надо нас ваших в нашем мышей вообще не надо ну ладно ладно давайте так вот я вам вот этот чемоданчик а вы меня на три месяца в укрзалезнытью главой этой наглядовой рады а мне надо мне три месяца я за месяц отобью давайте говорили короче давай вызывай на все берите его берите его и вот его вот он мы вообще-то не за ним мы за вами спокоим их ребята не имеете права что вы делаете интересная должность раздавать должности следующий